Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня у нас тема лекции физиология крови. В начале лекции мы разберем, что такое кровь. Кровь, лимфа, тканевая жидкость это все входит в нашу внутреннюю среду. Как бы составляет внутреннюю среду. Сегодня у нас мы разберем такие пункты, как основные функции крови, состав крови, система гемостаза, группа крови и система резуса. Что с собой представляет кровь? Кровь это жидкая соединительная ткань, которая состоит из жидкой части плазмы и форменных элементов. Давайте сначала разберем основные функции. Транспортная функция. Транспортная функция за счет того, что элитроциты переносят по всему организму, доставляет кислород, вносит углекислый газ. Это и есть транспортная функция. Экскреторная функция также переносит конечные продукты. Они через мочу выводятся. Терморегуляторная функция. Перенос тепла от тканей с более высокой температурой к тканям менее низкой температурой, тем самым всегда удерживается постоянная температура тела. Защитная функция. Наши элитроциты выполняют элитроцитарную функцию, тем самым защищают от вирусов и бактерий. Гоморальная функция. Мы знаем, что гормоны выделяются прямиком в кровь. За счет того, что они в крови циркулируют, регулируют работу всего организма. И это и есть гоморальная функция. Гомеостатическая функция. Слово гомеостаз 100 лет назад физиолог Клод Бернар объяснил нам, что состав крови, она постоянно. Это понятие внесли Клод Бернар и Уолтер Кеннон внес термин слова гомеостаз. От греческого слова хэймо это кровь. Гомеостаз это постоянство. Итак, состав крови. Обратите внимание, оранжево то, что это большая часть составляет плазма. Плазма это жидкая часть крови, которая состоит из воды 90% и сухого вещества 8-10%. Сухое вещество составляет у нас органические и неорганические вещества. Органические вещества это белки, жиры, углеводы и азоты, содержащие. А неорганические это соли, минералы. В плазме самое главное надо останавливаться на белки, это альбумены, глобулины, фибриногены. Розовую часть больше всего оставляют это наши эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Тромбоциты это кровяные пластинки индистообразные. Их называют пластинками. Они чутко реагируют на изменение повреждений сосудов, тем самым выполняют важную функцию образования тромба, свертывания крови. Их 300 человек от 200 до 300 в 109 степени на литр. Повышение тромбоцитов в крови мы называем тромбоцитоз, снижение количества тромбоцитов, тромбоцитопения. Лейкоциты белые клетки мы их делим на зернистые гранулоциты и агранулоциты незернистые. Это белые клетки, которые имеют амебоподобные ножки. За счет этого они передвигаются по направлению к чужелородным веществам, выполняют логоцитарную функцию. Логоцитоз означает соглашает, пожирает. Следующая клетка у нас, конечно, эритроциты. Красные клетки по сравнению с лейкоцитом и тромбоцитом они большенькие от 7 до 10 микрон на метр, но они очень эластичные. Они и в крупных сосудах, и в капиллярах циркулируют в крови. Выполняют самую главную функцию транспортную. Безъядерные вместо ядра находится гемоглобин. Гем это железо содержащая часть 4% составляет и глобин 96% состоит из белка. За счет феррум содержащей части соединяется кислородом образуется оксигемоглобин за счет отдаёт кислород забирает углекислый газ и становится карбогемоглобином. За счет это выполняет дыхательную функцию. Гемостаз Гемостаз означает стазис остановка остановка кровотечения это защитная реакция организма на кровотечение направленная на остановку. Тем самым благодаря нашим тромбоцитам образуется тромб и останавливается кровотечение. Теперь мы должны знать что гемостаз происходит в нескольких процессах механизмов но в зависимости от размера сосуда делим на тромбоцитарный гемостаз и коагуляционный гемостаз. Вот разберем схема в норме у нас кровяные тельца форменный элемент эритроцита лейкоцит травмоцита они друг другу не прилипают постоянно в движении как только происходит патологически например нарушение целостности сосудов поступает сигнал и травмоциты наоборот становятся активными выделяют белки снаружи клеток и образуются они как монетный столбик образуют как бы агрегация тромба образуется но в этом и участвуют эритроциты вот происходит образование тромба закрывается место повреждения сюда присоединяются фибринные нити образуется как бы стойкий тон после того как останавливается кровотечение тромб фибринно-литическими действиями обратно рассасывается и оно рассасывается кровь через кровь можно определить у каждого человека группу крови существует АВ0 система для определения крови принцип такой что у одного человека не может быть аглютиногены А и Альфа нулевая группа это первая группа нет аглютиногена что такое аглютиногена аглютиногена это белки уникальные которые находятся в эритроцитах мы обозначаем АЛФА БЛЬШИЕ есть белки которые приклеиваются аглютиногеном это аглютинемна это альфа бета маленькие 0 группа первая нет аглютиногена зато есть маленькие альфа Вторая группа А, большая аглюченоген есть, есть маленькая аглюченина. В третьей группе есть аглюченоген ВТ и есть альфа маленький аглюченин. И в четвертой находятся два аглюченогена и нет аглюченина. Теперь существует, помимо того, есть четыре группы, но есть дополнительный пилок. Мы их называем резус-фактор, который может присутствовать, мы их говорим, положительный или отсутствует отрицательный, создавая общей сложности в восемь групп крови. Этот белок является антигеном, впервые был эритроцитом у макаки, благодаря чему и получил свое название. Но это не означает, что это патология, и положительная норма, и отрицательная норма. Мы почему это должны знать? Должны знать, соблюдать при гемотрансфозе, при переливании крови. Помимо того, что есть гемостаз, группу крови, мы должны знать лекарственную форму. Что это такое? Лекограммы – это процентное соотношение различных видов лекарственных, определяемых при подсчете их окрашенной маски крови под микроскопом. Бывает сдвиги влево-вправо. Что это такое? Сдвиг влево, когда в крови циркулируются юные, незрелые лейкоциты при подсчете, например, чтобы защитить организм. Так, дальше у нас есть лекограммы. Надо записать их в тетрадь, чтобы законспектировать. Вот вам контрольный вопрос, уважаемые студенты. На них надо ответить и тоже записать в тетрадях. И у нас домашнее задание – подготовить доклад на тему крови и ее важных организм. И законспектировать материалы. Ничего не происходит без причины. Если что-то произошло, то можно быть уверенным, что для этого была причина, как сказал Гиппократ. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Продолжение следует...